книга открытым оком тема суды и вопрос 1599 том 6 дали ли вам возможность в печати выступить как уже принято о том решение суда что вы написали в газету отвечает игнатий тихонович лапкин и решение суда вынесена статья у них на столе и лежит да так они и не подчинились суду и исполнительные листы уже приставов и все стоит на месте вот статья это унесло ветром в мк на алтай за 27 мая 1998 года прошла гнусная статья фидзяева д.а. жизнь в потеряевской общине без елейных прикрас умышленно было опубликовано не бывшие в заказной статье 47 раз фонтанировала ложь в чем же суть дела мы православные христиане решились начать восстанавливать исчезнувший 20 лет назад наш родной поселок потеряевка на благочестивых старинных православных русских обычаях поселенец должен подтвердить письменно заявление что он не лжет не пьет не курит не матерится и не ворует и впредь ничем подобным заниматься не будет первый же год поступила полторы тысячи заявок просьб но вы дали добро только двоим был принят на общем собрании и устав из 40 пунктов правила поведения в деревне но так как само понятие о православии давно извращено мы и тут решили вернуть все к первоистокам к первоапостольской строгости благочестия у нас перед крещением человек долго готовится и учится иногда до пяти лет затем в озере крестится и только с полным троекратных погружений среди наших первых поселенцев пытался обосноваться и дмитрий дружинин по вере почти никакой не раз отлучавшийся за нарушение устава нарушение поста братобрития отсутствие на богослужении другие он много раз спрашивал о себе а я не знаю я верующий или нет ему приехал его отец геннадий петрович подполковник милиционер не предупредив наш деревенский совет не старость у деревни барабаш игоря не священника обманом прописался там но жить не жил ни одной зимы а построил за шесть лет сыраюшку и попытался построить из самана при помощи пьяницы соседней деревни летний домик так и незавершенный и проданы устроившись внештатным дружинником милиционер пенсионер начал требовать к себе уважения постоянно шатаясь по деревне пьяный вынюхивать все что делалось у нас угрожая пересажать развазы привыкнув сажать и он и здесь пытался насадить нквдшные порядки стал строчить доносы только в одном его рапорте он меня обвиняет подводит под пять статей уголовного кодекса начались проверки с вызовами приходом милиции надо конечно же ничего не нашли начальник мамонтовского ввд 23 ноября 1998 года прислал письменное извинение за недостойное поведение гражданина дружинина г.п. как бывшего сотрудника отдела внутренних дел удостоверение внештатного сотрудника у дружинина изъято этих кляус в раудеев прокуратуры в край были десятки так что старый мент омерзил своим же собратьям по форме жители же деревни он буквально затерроризировал угрозами так что они не и гнать и только все до единого написали 9 октября 98 года заявление в увд района с просьбой оградить их от угроз почерневшего от пьянки в кавычках блюстителя порядка беспорядка чтобы ружье в кавычках дружинника дружинина не наводила страх началось следствие по статье 129 по статье 129 ук рф клевета поняв что его защемило перетрусивший полковник в отставке начал упрашивать извинить его а сам кинулся к своим прежним дружкам прокурору октябрьского района широких и мы и другим которые и прекращали уголовное дело о клевете 6 раз но краевая прокуратура 6 раз отменяла незаконное решение дело зашло в тупик а загоняли его в тупик друзья дружинина избежал суда человеческого он не ушел от божьего суда и 10 сентября 99 года инсульт забрал кляузника вот выдержки по делу дружинина г.п. том 1 страница 149 ответ из прокуратуры края 12 февраля 2001 года номер 16 14 68 98 судья октябрьского района козловой н.п. цитата доводы дружинина г.п. о необоснованном возбуждении уголовного дела изложенные в неоднократных обращениях в органы прокуратуры признаны несостоятельными учитывая что дальнейшее расследование не могло быть продолжено в связи со смертью дружинина г.п. принятое решение оставлено без изменения многочисленные свидетели допрошенные в ходе следствия подтвердили что лапкин игнатий тихонович не совершал тех поступков поручающих его честь и достоинства которые распространял дружинин г.п. прокурор края юф пороскун по закону если в ходе следствия человек продолжает заниматься преступной деятельностью к нему можно применять арест дружинин г.п. продолжал распространять кревету заведомо ложные мышления против лапкина игнатия тихоновича уже находясь под следствием такого поворота событий дружинин никак не ожидал привыкнуть привыкнув только сам хватать и сажать он заметался во все стороны полагая что лучший вид обороны наступления деморализованные зажатые допросами в родной милиции он хватался за все что казалось ему спасительным старался переломить ситуацию любыми путями любыми средствами ослабить давление затянувшиеся захлестнувшие его шею петли уголовного кодекса к этому времени господь уже разметал развеял основных его помощников чернов в.п. начальнику в.д. края генерал-лейтенант снят с работы оказался под следствием прокурор октябрьского района широких м и исчез новый начальник у в.д. края вальков в.а. не поддерживает его начальник моб у в.д. края сметанин юн перестал принимать дружинина в панике геннадий петрович метнулся в редакции газет алтайская правда свободный курс и другие жалобами на лапкина и гнать тихоныча деревенскую общину его в кавычках труды опусы нигде не приняли кляузник остался один и вот тогда то злой демон указал ему на мягко говоря безнравственную газету мк на алтае вот как это описывает федяев д.а. уголовное дело д.к.п. дружинина геннадия петровича том 1 страница 167 протокол допроса федяева д.а. 25 июля 1999 года цитата в конце апреля 1999 года мне в редакцию позвонил дружинин геннадий петрович который рассказал мне о религиозном обществе организованном в потеряевке мамонтовского района лапкина и гнатия тихоновича дружинин предложил мне встретиться при встрече он рассказал мне много негативного касающегося данного общества и конкретно в отношении лапкина и гнатия тихоновича лист 170 дело в данном разговоре участвовала и супруга дружинина которая дополняла наш разговор своими фактами но это еще не послужило основанием для написания статьи в мк на алтай в начале мая текущего года я встретил с дружининым дмитрием его по его личной инициативе который мне дополнительно привел факты нарушения конституционных прав со стороны лапкина и гнатия тихоновича в отношении с жителей религиозного общества где одно время проживал сам дмитрий после этого я решил написать данную статью когда статья была уже готова я встретился со старковым вячеславом владимировичем при копировании на ксероксе пропущено четыре строки кроме того у меня была встреча с журналистом гт рк алтай лавриненко сергеем николаевичем снова пропуск по вине ксерокса который был в командировке в потеряевке где он встречался с членами общины лапкина беседовал с ними лавриненко полностью поддержал подтвердив указанные мною в статье факты лавриненко сам подготовил телепередач которая выйдет 27 июля 99 года по телеканалу телеканалу гт рк алтай а религиозном поселение в селе потеряевка конце мая начале июня 1999 года в действительности 24 июля 1999 года номер 138 в газете алтайская правда вышла статья под редакцией боброва б с которым я лично не знаком я считал что данная статья свидетельствует в частности о подавлении личности существующие в леви грезном обществе село как села потеряевка поэтому я считаю что приведенные мною факты статьи имеют подлинную основу мною прочитано с моих слов записано верно подпись старший дознаватель октябрьского рвд труфанова личное дело 148 объяснение курдюмова а в сизова адрес улица сизова 45 дроп 6 телефон 38 1274 чтобы усилить статью нужен был рисунок в которой нужно было вложить всю суть статьи о лапкине и на техничью но его по просьбе федяева д был приготовлен рисунок в котором я отобразил библейского персонажа черта скрывающегося под благопристойным обличием также по просьбе федяева на заднем плане рисунка была помещена дверь со словами община отца игнатия при этом я не знал лапкина тихоныча не собирал о нем никакой информации не видел его изображения и даже не пытался представить его в рисунке главным виновником грязных статей телевизионных передач сегодня является дружинин дмитрий геннадьевич как при смерти колдун передает духа астральные и ведические знания близкому родственнику так и здесь будто дух лжи от скончавшегося в пьянке стукача вошел в родного сына переменившего к тому времени православную веру на католическую а католическую на сектантскую секта новая жизнь теперь состоялся уже тройственный союз первое к п рф петренко ввес бобров г лавриненко с 2 американская харизматическая секта пятидесятническая третья церковники московской патриархии судебная коллегия по гражданским делам алтайского краевого суда определила 13 июня 2001 года цвета взыскать зао мк регион в пользу лапкина для техничек компенсацию морального вреда в размере трех тысяч рублей лапкин является проповедником выполняет миссионерскую деятельность русской православной зарубежной церкви личное дело пятьдесят восьмое том 1 он проповедует не свое учение а слово божие утверждение о том что посещение поселка посторонними запрещено под угрозой прокалывания им шины автомобилей ничем не подтверждено как распространение мнения о создании невозможных условий для проживания священника согласно справки выданной главным управлением министерства юстиции рф полтайскому краю поселке потеряевка зарегистрирована община православных христиан русской православной церкви за границей доказательств тому что община противопоставляет себя православному вероучению не предоставлено рисунок судом правильно признан несоответствующим действительности позорящим честь и достоинство исса поскольку между рисунком и иссом имеется связь которая выражается в том что в статье говорится о лапке не гнать тихон чей и о жизни в поселке потеряевка который возрожден по его инициативе перед художником стояла задача выразить содержание статьи в графическом изображении и художник выполнял рисунок после того как прочитал статью председательствующий чубуков с к октябрьский районный суд дополнительного решения от 23 марта 2001 года решил лапкин игнатий тихонович является человеком глубоко верующим и является проповедником зарубежной православной церкви староста и крестово-звиженской общины связи с обувь об публикованием в газете московский комсомолец на алтае статьи клеветнического содержания жизнь потеряевской общины без елейных прикрас прокурор краю ф пороскун 30 октября 2001 года номер 16 14 68 98 18 октября 2002 года против дружинина д.г. вновь возбуждено уголовное дело октябрьской прокуратурой по клевете в газете и по двум фильмам 19 ноября 2002 года возбуждено уголовное дело за клевету уже против лавриненко с.н. прокофьева и в федяева д.а. и соединено с делом против дружинина д.г. той же прокуратурой и октябрьским овд следователь забровский е.г. телефон 39 77 0 3 дружинин набрал же свидетелей в суд но всех их разнесло ветром правосудия когда ты будешь вопить спасет ли тебя сборище твое всех их унесет ветер развеет дуновение а надеющиеся на меня наследуют землю пророк исайя 57 глава 13 стих исполнительный лист дело номер 2 40 2002 год именем российской федерации центральный районный суд города барнаула тайского края 8 февраля 2002 года рассмотрел дело по иску лапкина и т.к. зао мк регион и другие о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда суд решил взыскать за омк регион в пользу лапкина и гнать тихоновича в счет компенсации морального вреда 5000 рублей решение вступило в силу 19 февраля 2002 года исполнительный лист выдан 8 июля 2002 года срок предъявления 3 года согласно статьи 4 закона об исполнительном производстве предъявляемые судебными исполнителями требования по исполнению судебных решений приговоров определения и постановления обязательны для всех должностных лиц и граждан на основании этого суд приказывает всем должностным лицам и гражданам которым это относится точно и своевременно исполнять решение суда сухарева т.п. секретарь селезнева л.и. адрес взыскателя алтайский край город барнаул 2 строительная 62 16 адрес должника город москва улице 905 года за омк регион суд решил обязать за омк регион опубликовать в газете московский комсомолец на алтае на этой же полосе что и статьи извинения за сведения изложенные в газете московский комсомолец на алтае от 24 июня 1 июля 1999 года в статье остановите лапкина установил очевидность творящегося там беспредела антисанитария побои кликушествующий проповедник из-за сведения изложенные в газете московский комсомолец на алтай от 19 до 6 августа 1999 года предписание с с полностью игнорировал антисанитария в лагере было отличное решение суда вступила в силу 19 февраля 2002 года исполнительный лист выдан 8 июля 2002 года судья сухарева т.п. секретарь селезнева л и конец цитаты дело номер 2 322 12 марта 2003 года решение именем российской федерации кавычки открываются между тем при расследовании уголовного дела дружинина г.п. подтверждено что лапкин игнатий тихонович не совершал проступков о которых распространил сведения сведения дружинин д.г. в передаче данные сведения являются порочащими честь и достоинство и деловую репутацию лапкина и т. так как ему по существу ставится в вину распад ценностей жизненных депрессионное состояние дружинина д.г. оспаримые факты ставят под сомнение правомерную религиозную деятельность лапкина и т. относительно фразы мальчик стоял на вышке два часа суд отмечает что ответчикам не представлено доказательств о соответствии данных сведений действительности однако высказывание не несет негативной информации фильме имеется лишь вопрос к лапкину о том правда ли говорят что члены общины не могут жениться без вашего разрешения в связи с чем лапкиным дается ответ на вопрос который соответствует действительности суд отмечает что несмотря на предоставленные ответчиками материалов проверки деятельности трудового лагеря страна в поселке потеряевка в настоящее время в установленном порядке не выявлено каким-либо нарушение в лагере возгруздавшееся уголовное дело в отношении лапкина и тихонича прекращено за отсутствием события преступления в связи с чем при рассмотрении данного дела суд исходит из факта добропорядочного поведения лапкина игнатий тихонович а также правомерной деятельности трудового лагеря страна в поселке потеряевка начальником которого он является при этом суд учитывает что религиозной деятельностью лапкина игнатий тихонович занимается длительное время является достаточно известным человеком факт распространения в отношении его выше указанных сведений в таком средстве массовой информации как телевидение усугубил и попрал в большей степени честь и достоинство исса светили якорь его польгуев л.н. польгуева н.и. приханова т.к. приходько н.н. петеримова а.п. капустина т.к. т.к. занойдинова с.л. подтвердили что неогнат неоднократно их дети и они находились в лагере стане пребывание в нем их устраивало так как дети находились на здоровом воздухе им прививались навыки труда православного воспитания никаких претензий по этому поводу к лапкину и ты у них не имелось только слова благодарности поскольку после пребывания в лагере дети изменялись в лучшую сторону в келье действительно находились здесь дети по восемь человек но имеют отдельное место для сна девочки и мальчики спят в различных кельях мальчикам даже запрещено ходить в келью девочек свободный доступ родителей в лагерь для посещения в любое время без соответствующего заранее разрешения и уведомления некоторые родители члены общины находились вместе с детьми в лагере денежные средства вносились за проживание детей в лагере по мере материальных возможностей родителей в небольших суммах деятельность лагеря стану официально никакими органами не финансируется осуществляется за счет полученных денежных средств на проживание детей и благотворительства суд признает относимое к режиму быта в лагере фразу ранний подъем и поздний объем отбой характеризующий жесткий режим лагеря нарушающий права детей которая не подтверждена ответчиками как соответствующая действительности поскольку в суде установлено что указаны вопросы отхода детей ко сну разрешаются обоюдно решением детей в зависимости от конкретных обстоятельств костер и так далее связи с чем определяется и время подъема факт недостаточного времени для отдыха детей в лагере не установленном судебном заседании установленному по делу и не оспорено ответчиками в установленном порядке лапкин игнатий тихонович не является старостой потеряющей общины связи с чем и не может влиять на объем прав членов данной общины не остановлен и факт их отчислений своих доходов в общину лапкина игнатия тихоновича данные сведения являются порочащими честь и достоинство и деловую репутацию истца так как резюмирует деятельность лапкина игнатия тихоновича как по сути тоталитарную секту которую он возглавляет указанная информация для истца является негативной поскольку сущность термина тоталитаризма представляет собой деятельность основанную на полном господстве над всеми сторонами жизни общества насилия уничтожение демократических свобод и прав личности при этом суд учитывает специфику осуществляемой истцом деятельности субъективное восприятие описанных событий с точки зрения верующего человека направленная с деятельности лагеря стана на духовное оздоровление подрастающего поколения воспитания детей в традициях православного христианства руководствуясь статьями 194 и 198 гпк рф суд решил признать порочащими честь достоинства и деловую репутацию лапкина игроки тихоновича сведения распространенных гтарк алтай в передаче на лестничной площадке 17 марта 2001 года следующего содержания первое его лапкина можно встретить в образе убогого старца из кармана которого всегда торчит мобильный телефон второе лапкин обещает воспитать детей в лучших традициях православной веры именно на это клюют родители третье местных ребятишек там не встретишь видимо лагерь не внушает доверие четвертое в маленькой келье по 10 человек спят без различия пола и возраста пятое ранний подъем и поздний отбой шестое родители всего этого не видят так как их сюда не пускают седьмое родители вкладывают немалые деньги за детей восьмое родители не знают что они спонсируют зарубежную православную церковь 9 свидания с детьми здесь запрещены 10 жители в потеряевской общины имеют еще меньше прав чем воспитанные им дети 11 принимать какие-либо решения члены общины не могут без разрешения лапкина и на техниче зато имеют право отчислений части своих доходов в общем 12 по словам тех кто хотя бы один раз побывал в потеряевской общины играть и лапкина ясно что это не что иное как тоталитарная секта 13 потеряевская община находится в полной изоляции сведения дружинина дмитрия геннадьевича о том что лапкин соблазнил его бросить институт что из-за лапкина и на тихо чем потерял все и специальности был жесткой депрессии сломался лапкин сказал ему следуй за мной я беру на тебя я беру за тебя всю ответственность на себя взыскать гатерка алтая в пользу лапкина и гнатия тихоновича компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей обязать гатерка алтай опровергнуть вышеуказанные сведения в своих средствах массовой информации судья председательствующая михайлова т.а. секретарь саржевская мг кавычки закрыты обескураженные безбожники телекомпании бтрк алтай вдруг решили тоже подать кассационную жалобу пытаясь добиться отмены этого суда ну вот 23 апреля 2003 года прошла коллегия краевого суда и вынесено окончательное решение оставить все без изменения решение суда вступила в законную силу теперь осталось получить компенсацию и их извинения и опровержения по телевидению если федяев д и прокофьева и могут ссылаться на субъективные и прочие глупости мерцающие в их головах дескать мы в потеряевке не были и вот так представляли себе то уж дружинин д.г. и лавриненко с.н. никак не промолвят ни слова в защиту своих умышленных клевет против лапкина и они закусили у дела и на пропалую лгут клевещут обнявшись со статьей 129 ук р.ф. дружинин д. жил в потеряевке лавриненко с. встречался с членами общины лапкина беседовал с ними решение судов могло и не быть но истина была и тогда одна и если судей которые не были в потеряевке однако же сумели разобраться что дружинин д. и лавриненко с. лгут то как сами дружинин д. и лавриненко с. могли не знать что ничего из того о чем они распространяют сведения в сми против лапкина игнатия никогда не существовало они ведут четкую программу сокрушить пастыря и рассеются овцы захария 37 суде лавиной с их со стороны шли коммунистов же светили как петренко в с красилов в бобров га клеветали и лгали без ума без зазрения совести чудо божие что судьи им никому чудо божье 100 что судьи им никому не поверили ни единому их слову коммунистическому принаглый безбожник лавриненко с. во время суда даже сквернословил против меня и угрожал непрерывно выискивая в моей биографии темные пятна что я был баптист что я лгу что я ему его сыну якобы угрожал что я будто бы сквернословил и прочие безумства изрыгал господи в разуме этих клеветников книга притчи 19 глава 9 стих лже свидетель не останется ненаказанным и кто говорит ложь погибнет 1 иоанна 5 17 всякая неправда есть грех книга откровений 21 8 всех лжецов участь в озере горящим огнем и серую римлянам 6 23 ибо возмездия за грех смерть дар божий жизни вечная во христе иисусе господи нашим евангелие от марка 1 глава 15 стих покайтесь и веруйте в евангелие дар божий жизни вечеринка